Какие слова приходят вам в голову при слове «Россия»? Я знаю, что там проживает много мусульман, но это страна, там такие же люди, как и здесь. Ничего конкретного сказать не могу, просто хорошие люди, те, которых я встречал из России, очень хорошие люди. Алкоголь, строгие люди, что еще? Могут быть грубыми или приятными. Ребята, хотите что-нибудь добавить? Аварии. Да, наш преподаватель в школе по религии постоянно показывает нам подборки аварий на российских дорогах. Когда я слышу о России, я думаю о холоде, ледяной мороз, широкая, очень растянутая страна, огромная, очень большая страна. Язык. Путин. Путин. Да, не очень уж и первая мысль. Что еще первым приходит в голову? Еда. Главным образом, пожалуй, водка. Ну да, главное блюдо нашей кухни. История, возможно, история моей семьи, Путин. Мне не нравится правительство там. Но и правительство США я не люблю. Я работаю в Китае, и там правительство ужасное. А где идеальное правительство? Идеального правительства не существует. Я сам из Италии, и люблю Италию, и мне нравится проводить время именно там. Россия, США и Украина. Вы думаете, это главные темы сегодня в медиа? Думаю, что Украина сейчас основная тема в СМИ. Да, и как бы вы описали эту тему? Звучит так, что Россия вторглась в Украину. И пытается аннексировать Украину и сделать ее частью России. Ага. А что по поводу Крыма? Крым — это часть Украины, которой Россия насильно овладела, чтобы включить ее в состав России. Холодная война, Олимпийский хоккей, советские космические миссии, ну да, миссия на Луну, космонавт, плохой чувак из Рокки. Без обид, ребята, но гомофобы, неэмоциональные, бегать, бегать — это человек с предвзятым мнением, который не уносит мнения кого-то другого. Расисты, мачо-шовинисты, женоненавистники, гордые, тупые, неоригинальные. Сталин, Ленин, Олимпийские игры, что еще? Что это называется? Мамушка. Мамушка. Стравинский. Стравинский. О, знаете, Стравинского? О, я его обожаю, это мой самый любимый композитор. Еще мне нравится Бородин, я не уверена, что я правильно произношу. Что еще? Холодная война. Водка. Картошка. Водка из картофеля. Сильная, пожалуй, стойкая. Да. Большая. И модная. Модная? Какого рода это мода? Мода высшего разряда. Даже не знаю, думаю, что у них все есть. Большая страна, много людей. Россия одно из тех мест, о котором я многого не знаю. Но я по-любому съезжу туда перед тем, как умереть, это в моем списке. Коррупция. Путин. Путин. Что же вы думаете о господине Путине? Ну, в основном на ум приходят его антигейские кампании. Ущемление прав человека. Антихуманных прав. Что же я думаю о мистере Путине? Он скользкий, злостный диктатор. Владимир Путин на самом-то деле глава страны, так? У меня особо нечего о нем сказать. Я знаю, сейчас много чего происходит в мире. Обострились разногласия между странами. Сейчас есть терроризм, и люди напрягаются по этому поводу. Так как я сам мусульманин, исследую Корану, скажу, что что-то здесь не так. Я делаю мыльные пузыри, а кто-то взрывает бомбы. Что-то здесь нечистое. Что касается Владимира Путина, я должен изучить этот вопрос. Все, что я знаю, что он глава страны. Я бы хотел увидеть более дружественные отношения с мистером Путиным. Мистер Пунтин? Знаешь такого? Глава государства? Не, не знаю. Все же я думаю, что он нормальный чел. А вы знали, что он президент России? Нет, не знал. Узнаешь что-то новое каждый день. В интернете пишут, что он очень жесткий чел. Даже не знаю, может это все фотошоп. Может правда, может нет. В основе своей похоже на правду. Возможно, он неплохой человек. Если честно, не знаю ничего о его личных качествах. В интернете его показывают как супермена. Вы знаете, кто является российским президентом? Нет, не в курсе. Проблемный. Проблемный для всех или только для России? И потом это тотальная проблема или только какие-то аспекты проблемы? Проблемный для всех. Когда я слышу Путин, я думаю, о, голый. Ну да, он лично фотография полуголый. Думаю, он проблема. Считаю, что он урывает слишком большие куски, которые не сможет проглотить. Он заставляет меня нервничать. Он агрессивный. Он вторгся в Крым, как Гитлер в Чехословакию. И меня это напрягает. Я, конечно, не хочу произносить этого слова «война». Но верите ли вы, что это грозит какими-то неприятностями Америки? Думаю, это возможно. Также началась Вторая мировая война с агрессией Гитлера. Очень похоже на то, что происходит сейчас. Он вторгался в соседние страны. Он говнюк. Не знаю про него ничего. Я лишь слышала, что он мудак. А я слышала, что он разводит дискуссии. Он отстой. Ужасный президент. Мне бы хотелось, чтобы его убили. А откуда вы? Я из России. Из Сибири. Кто-то его любит, кто-то его ненавидит. Ну а вы сами-то как думаете? Даже не знаю. Я украинец. Настоящий такой западной католической Украины. Думаю, он хороший президент для своей страны. Он делает все, чтобы дало его стране больше влияния. А вы не боитесь, что украинские патриоты обвинят вас в предательстве. Если честно, я вообще не вижу разницы между русскими и украинцами. Они пьют водку, у них одинаковое поведение, в основе своей они похожи. Все украинцы знают русский, но русские не знают украинский. Вы можете вспомнить какого-нибудь русского персонажа в болевусских фильмах? Я видела фильм про Стравинского, фильм «Гудбай, Ленин». Ну это вообще-то немецкий фильм. Ну да, немецкий. Обычно это плохие парни. Юри Бойко. Да, он боец из фильма «Неоспоримый». Арнольд Шварценеггер русский? Говорит он как русский. Ну не знаю, если честно. Надо сказать, что когда я делал интервью в Вашингтоне, к сожалению, эта запись стерлась, там один уже белый чувак тоже считал, что Шварценеггер русский. А вы можете описать образ русских в голливудских фильмах? Агрессивные, злобные. Вообще ощущение, что русские всегда враги в каждом фильме. В основном плохие ребята. А в «Терминаторе» разве не было русского? В «Терминаторе»? В голливудских фильмах много русских персонажей, и все они плохие ребята. Всегда, когда они показывают Москву, то там снег, как будто там постоянно только снег и лежит. Вы верите в то, что ваши СМИ говорят про Россию? Да, верю. Нет, даже о своем собственном правительстве я не верю, что говорят. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok